сейчас мы тебе расскажем как регулировать дождеватели да привет всем меня зовут роман я занимаюсь ландшафтным дизайном вот и иногда я нанимаю людей на работу садовников вот для того чтобы не рассказывать каждому как регулировать форсунки я хочу записать видео и показывать им ну и собственно вам для того чтобы вы могли это очень просто сделать данном случае у нас есть дождеватель компании hunter он уже установлен он стоит на трубе вот у меня есть я вот подготовился два типа дождевателей то есть такой какой у нас стоит видите вот с другой форсункой но очень похожий и вот такой дождеватель а этот у нас называется проспрей вот это псу собственно чем они отличаются кроме конструктивной особенностей тем что у этого более широкий корпус более ударопрочный то есть если у вас бегают дети по газону они могут на него наступать бить его мячом и так далее он более ударопрочный вот этот дождеватель он менее ударопрочный но в то же время его менее заметно на газоне то есть за счет видите здесь крышка 5 сантиметров здесь примерно два с половиной три сантиметра вот это все ставится в заподлицо с почвой то есть вот так и вы видите только вверх для чего эти дождеватели нужны в них подается вода с этой стороны здесь у нас полдюймовая резьба на любую резьбу полдюймовую мы можете его накрутить сейчас я разберу один из них внутри они оба одинаковые то есть суть их одинаковая идут они с завода с вот такой форсункой через которую промываются после монтажа трубы вот так как них могут попасть какие-либо там загрязнитель земля и так далее вот откручиваем шайбу крепежную вот и здесь у нас видно ну первое что мы видим это пружина из нержавеющей стали которая нержавеет она возвращает дождеватель назад то есть когда он у нас от поливал с пружина очень сильно она возвращает назад у нас в нашу колбу вот есть уплотнительное кольцо и шайба которая позволяет регулировать сектор полива поворачивать либо на газон либо вы захотели дорожку полить например вот вы можете повернуть и поливать дорожки речь идет о форсунке mp ротатор данном случае у нас здесь вот маркировочка есть не знаю будет видно или нет вот написано mp ротатор вот три тысячи девяносто двести десять три тысячи это маркировка обозначает что он бьет на девять метров девяносто двести десять это градусы то есть ноги он раскрывается вот это же форсунка имеет фильтр маленький он может забиваться если у вас не стоит предварительного фильтра очистки вот и также если у вас присутствует железо в скважине вот впадает в воде она забивается через время как правило этих форсунок хватает от 5 до 10 лет на срок службы вот эта форсунка вкручивается в дождеватель посредством резьбы здесь есть резьба но хочу обратить ваше внимание резьба очень мелкая вот нестандартная поэтому если вы не попадете в резьбу то есть это надо делать очень аккуратно если вы не попадете в резьбу и срежете ее то вам придется менять полностью весь дождеватель отдельно не продаются эти штуки вот он стоит примерно где-то 2 доллара плюс минус точно не помню таким образом она накручивается и уже дождеватель монтируется посредством этой резьбы в трубу здесь полбюймовая резьба стандартная вот на любой фитинг с такой резьбой вы можете ее напротив доступно объясняю извините я не слушал сейчас я вам покажу как это работает и расскажу как это все регулируется собственно пойдем здесь шахте у нас есть возможность включить это вручную вот мы включаем можем включить с компьютера можем вручную вот они заработали дождеватели видите да один он дальше 3 то есть по периметру стоят дождеватели которые поливают данную клумбу она у нас на стадии только планировки поэтому газона нет но растение уже растут собственно как регулировать сам саму форсунку можно иметь вот такой ключ или же достаточно то есть здесь вот есть плоская часть у нас мы можем просто заменить ее отверткой и регулировать с помощью отвертки тоненькой вот если нам нужно смотрите сейчас в данном случае он поливает шесть с половиной метров в длину то есть каждая из струек она бьет на определенную длину максимальные бьют на шесть с половиной метров минимальная бьет на полметра собственно тем самым распределяя воду равномерно по площади но мы можем дождеватель этот урезать то есть если у вас клумба меньше 6 метров вы можете задавить дождеватель и тем самым собственно ну он вам поможет более быть плавным происходит все поймали и мы можем закрутить то есть подачу воды собственно в форсунку так мы прикрутили и теперь видно что дождеватель поливает ну примерно где-то около трех метров то есть вы уменьшили радиус на которой он подает воду так можно делать со всеми дождевателями на линии то есть так можно делать со всеми дождевателями на линии тем самым вы можете гибким быть в планировании вашего полива то есть уменьшать увеличивать то есть если клумба у вас 4 метра вы прикручиваете на 4 метра вот ну тут у нас позволяет 6 метров поэтому откручиваем назад этот дождеватель у нас регулируется сектор полива регулируется от 90 градусов до 210 сейчас он поливает у нас 180 градусов так как стоит возле ровного бордюра это делается посредством вот этой вот серебристой шайбы так как у нас есть ключ мы можем это сделать ключом против часовой стрелки вы поворачиваете и уменьшаете сектор полива до 90 градусов вот но можно сделать это также и вручную но есть один нюанс вручную это делается только при работающем дождеватель если дождеватель закрытый вы не сможете отрегулировать сектор полива мы берем из серебристую шайбу разворачиваем сектор полива настолько насколько нам нужно в данном случае на 180 градусов также есть еще один нюанс то есть вы ставите дождеватель как вам удобно и разворачиваете куда вам удобно весь полив это делается посредством то есть вы берете руками сам дождеватель зажимаете его берете руками за шток который у нас давлением высовывается и поворачиваете вот с такой трещоткой в другую сторону ему можете поливать например асфальт вот видно капли падают то есть полив идет на асфальт асфальт нам поливать не нужно поэтому мы это делаем только на грунт при этом надо быть внимательным когда вы поворачиваете дождеватель таким образом шток обязательно зажимайте вот эту шайбу иначе вы сможете тут усилия достаточно сильная надо прилагать вы можете просто выкрутить дождеватель из земли вот и вам придется выключать линию тут будет потоп вот поэтому обязательно зажимайте вот эту шайбу либо же вот эту вот так то есть сейчас я покажу на этом дождеватель слышно треск треск этот за счет фиксаторов на вот той белой шайбе которую я показывал ранее в принципе все что я хотел рассказать это как конструктор очень просто делается очень позволяет быть поливу гибким всем спасибо за внимание если у вас возникнут какие-то вопросы пишите их в комментариях вот либо же какие-то советы которые я пропустил тоже пишите это в комментариях всем спасибо за просмотр вещь и встречи субтитры сделал DimaTorzok